По поручению президента России Владимира Путина в Московской области стартовала программа социальной газификации. Более 110 тысяч подмосковных домохозяйств будет газифицировано по этой программе до конца 2022 года. Как стать ее участником? Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Александр Сергеевич Клюшин, заместитель директора и начальника отдела социальной газификации филиала «Запад» АО «МОСОБЛГАЗ» и Михаил Владимирович Каратаев, заместитель глава администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте! А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, а значит у вас есть возможность задать свои вопросы гостям в студии. Номер 8495 508 86 84. Кроме того, прямой эфир идет в социальной сети Instagram. Там вы также можете оставлять свои комментарии и вопросы. Но прежде чем перейти к теме нашего эфира, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как в селе Шарапово появился газ. Это было еще до начала реализации программы социальной газификации. Внимание на экран. Закладываем дрова. Закладываю кору березовую для того, чтобы разжечь как следует. Теплая зима дала супругам Королевым немного отдохнуть. Топить печь приходилось не два раза в день, а один утром. Но теперь они вовсе могут забыть о дровах. В их дом провели газ. Придется учиться жить по-новому. Хух, лениво. Потому что, в общем-то, движение – это жизнь. Так пошел, дрова принес. А теперь хорошо, у нас еще куры есть. Утречком встал, ага. Там тоскуют, надо их кормить. Собрался, пошел покормил, пришел, опять чайку попил. А пить чай Королевы предпочитают с пирогами. Самые вкусные получаются у хозяина Игоря Ивановича. Больше других – дружное семейство, две дочери, пять внуков и правнук любят рыбные. Муж любит пироги печь. И вот теперь у нас такая прекрасная духовка. И пироги будут у него получаться, я думаю, еще вкуснее. Пироги от хозяина, а яичница – от генерального директора Мособлгаза. Повод праздничный. Шарапова стала первым в этом году газифицированным населенным пунктом Московской области. Поехали. 812 домов, полторы тысячи жителей. Теперь подключить газ на льготных условиях может каждый. Это стало возможным благодаря региональной программе развития газификации Московской области до 2025 года. В планах 50, в 23 муниципальных образованиях. Работа идет, она продолжается ежегодно. То есть всего их еще до конца программы газификации 308 населенных пунктов. В округе мы еще газифицируем в сентябре этого года населенный пункт Гигерева. А в целом по Московской области у нас поставлена задача 50 населенных пунктов. Мы постараемся выполнить ее раньше плановых сроков. И более того, я думаю, что мы ее даже перевыполним, газифицировав больше населенных пунктов. Не 100 зарегистрированных жителей, а 30 критерий для включения в программу правительства региона будет изменен. Это позволит значительно увеличить число газифицированных населенных пунктов на карте Московской области. Мы видим, как меняется жизнь людей до появления газа в доме и какой она стала после. Вот говорят, немножко лениво дрова теперь колоть не придется. Но, конечно, они лукавят. Жить теперь будет проще и веселее. Пирожки будут вкусные на плите. И мне кажется, таких вот застольей скоро будет больше. Потому что это были льготные условия еще до социальной газификации. Александр Сергеевич, что такое социальная газификация? Социальная газификация – это, скажем так, название программы, которая проводится в Московской области. Она инициирована губернатором Московской области, правительством. И она более, скажем так, улучшает возможности для граждан, даже нежели программа до газификации, которая принята по решению Владимира Владимировича и озвучена Федеральному собранию. Разница в том, что критерий, по которым населенные пункты относятся к действию этой программы, в Московской области он, скажем так, более обращен в сторону граждан. Потому что, допустим, такие параметры, как наличие источника газа на удалении не более 200 метров, по решению губернатора в Московской области, они убраны. И сейчас, если в населенном пункте есть газопровод, то в перспективе до конца 2022 года этот населенный пункт будет газифицирован. В принципе, помимо таких изменений, есть еще вещи, связанные с работой организации, в частности, Мособлгаза. Более клинитоориентированный подход. Есть поручение, что необходимо в вопросе социальной газификации коснуться каждого жителя Московской области. То есть выйти навстречу и всячески помочь оказать содействие в подведении газа не только к земельному участку, но и к дому, и уже получение тепла. То есть, в принципе, наверное, в двух словах такая разница. Мне кажется, очень важно обозначить, Михаил Владимирович, в ходе еженедельной планерки главы, да, вы подчеркивали газификация и догазификация. Вот чем эти два термина друг от друга отличаются? Догазификация, она как раз является программой, которая касается тех поселков, в которых уже есть газ. То есть есть поселок, населенный пункт, внутри которого есть дома уже с газом, и есть дома, которые еще не газифицированы. Вот как раз программа социальная догазификация, она касается этих населенных пунктов. То есть, условно говоря, есть в поселке 10 домов, из них 5 домов газифицированы, а 5 не газифицированы. И вот эти оставшиеся пять как раз в течение этой программы должны быть газифицированы. И самое важное в данной программе, чтобы дом имел свидетельство собственности. То есть основной параметр, который требуется для того, чтобы дом участвовал, это он должен быть зарегистрирован и должно быть свидетельство о праве собственности. Тогда можно будет привести в него газ по социальной программе. А если в населенном пункте газа нет, как быть с ними? Это уже совсем другая программа. Это программа газификации, которая как раз была в первом сюжете. То есть программа газификации населенных пунктов Московской области. Она также существует. И основной сейчас в ней критерий это наличие 30 зарегистрированных жителей на территории населенного пункта. Тогда данный населенный пункт будет попадать в программу и также встанет в определенные сроки на газификацию. Но повторюсь, это две разные абсолютно программы. У нас в первой программе социальной догазификации 186 населенных пунктов, а в программе они газифицированы у нас еще плюс 50. То есть вот эти все населенные пункты, они должны быть газифицированы до 2030 года. Но повторюсь, приоритетная это, конечно, программа догазификации, а программа газификации населенных пунктов, она имеет критерий о прописке, о регистрации граждан на территории. Что делать, если я проживаю в населенном пункте, да, вроде бы газ у нас есть, хочу принять участие в программе. Какие движения для этого я должна сделать? Ну, смотрите, вся доступная и необходимая информация есть на сайте Мособлгаза. Там есть вкладка сайта социальной газификации. Если перейти туда, там есть информация о населенных пунктах, которые попадают под эту программу. Также там есть калькулятор, можно просчитать, сколько будет стоить заключение комплексного договора, посмотреть, в какой временной период будет произведена газификация данного населенного пункта. И можно оставить заявочку. По этой заявке наши специалисты отработают, свяжутся с заявителем, выехают на место непосредственно к человеку, в дом, все расскажут, покажут, при необходимости выполнят замеры и на месте уже заключит комплексный договор на газификацию. Поэтому, в принципе, достаточно удобно и на сайте все доступно. То есть там никаких вопросов быть не может. Люди по заявкам выезжают, обязательно с каждым жителем мы созваниваемся, дают четкие разъяснения. Ну, в принципе, наверное, и все. То есть там проблемы никаких нет. 186 населенных пунктов в Децовском округе будут газифицированы вот по этой программе социальной газификации. Это список окончательный или, возможно, он будет еще дополнен? Этот список, он находится в работе. То есть какие-то населенные пункты, возможно, туда добавятся, какие-то исключатся. Более подробно проводится. Это связано с границами населенных пунктов, потому что когда составлялась программа, она составлялась на основании данных, которые есть в Мособлгазе. Сейчас мы уточняем эти данные, сверяем с генпланами, и, соответственно, когда будет поднимание окончательной границы всех населенных пунктов, которые вошли в программу, тогда будет более точная цифра. Но базовый принцип очень простой. Если в населенном пункте есть газ, то он будет догазифицирован. А по поводу того, что нужна заявка или нет от гражданина, чтобы населенный пункт попал в эту программу, нет, она не нужна. Заявка исключена из перечня документов. Заявка нужна на заключение договора социальной газификации. То есть когда в поселке протянули газ, его проложат до забора, до границы земельного участка. А вот уже по земельному участку гражданина до самого строения и внутри строения газ прокладывается по отдельному оплачиваемому договору. То есть это уже платная услуга, которая оказывается в рамках комплексного договора на присоединение. И этот комплексный договор как раз заключается по заявке гражданина. То есть не нужно думать, что если вы не подали заявку сегодня, то ваш населенный пункт не попадет в газификацию. Он попадет в догазификацию в рамках всей программы. Но ваш конкретно дом будет подключаться именно после того, как вы подадите заявку на догазификацию и заключите договор на комплексное подключение. То есть если населенного пункта в списке нет, волноваться не стоит. Если там имеется газ магистральный. Тут еще есть нюанс, что многие граждане не знают, где проходит граница населенных пунктов, именно административная. И там, условно говоря, СНТ примыкает к населенному пункту. Вот пока эта программа СНТ не включает. СНТ будут дополнительно уже рассматриваться следующим, вторым, третьим этапом. Сейчас мы газифицируем именно ИЖС. То есть здесь вот тоже должно быть понимание, потому что уже были такие вопросы, что вот у меня дом стоит тут, рядом газ, когда меня газифицируют. Начинаем смотреть по генплану. Там, где газ, это ИЖС, а там, где дом стоит, это не дом, а садовое товарищество. То есть дом в садовом товариществе, это дачное строение, которое носит сезонный характер проживания. Поэтому вот это разные чуть-чуть понятия. Здесь хотелось бы это подчеркнуть. То есть в границах СНТ газификация будет проходить по следующему этапу программы. Социальную газификацию, как я уже говорила, детально обсудили на еженедельной планерке у главы округа. Самое основное в нашем материале. В Одинцовском округе 236 населенных пунктов. Программа социальной газификации затронет более 14 тысяч жителей. Сбор заявок на участие уже начался. Получено 1069 обращений. Впрочем, заявка не является обязательным условием. Если в населенном пункте есть магистральный газ, сети проведут на каждую улицу, где имеются зарегистрированные строения. На территории Московской области снято ограничение в 200 метров. То есть не имеет значения, какое расстояние от дома до ближайшего газопровода. Максимальный часовой расход газа оставлен такой же 7 метров кубических в час. Этого достаточно для отопления большого дома в 500 квадратных метров. Наличие технической возможности также снято ограничение. Для того, чтобы провести газ в дом, нужно заключить договор. Теперь бумаг придется собирать в 5 раз меньше. Сократилось и количество визитов в газовую компанию. Необходимо приехать один раз, чтобы подписать документ. Бесплатная газификация идет до границ участка. То есть газ приходит к забору, условно говоря. А уже по территории участка идет платно за фиксированную стоимость, комплексный договор. Он как раз в себя включает вопросы, связанные с проектированием и со строительством, также с установкой устройств по отоплению и газовых плит. В ближайшее время в Одинцовском округе заработает офис социальной газификации. В нем можно будет получить ответы на интересующие вопросы, а также оформить недвижимость. Ход реализации программы на контроле у главы муниципалитета. У нас с вами на 186 населенных пунктов практически ровно год. До лета 2022 года мы должны с задачей справиться. Поэтому еженедельный контроль в рамках штаба правительственного и наших уже непосредственно штабов, которые будем проводить с выездом на территорию. Также по плану в 2021 году в муниципалитете будут газифицированы населенные пункты, где ранее газа не было. Осакова, Чуприкова и Малые Веземы. Для этого Мособлгаз проложит около 40 километров газопроводов. В прямом эфире у ТВ программы «Главная тема» и сегодня мы говорим о социальной газификации. 8495 508 86 84. Давайте еще раз напомним. Я хочу, чтобы у меня газ появился не только до участка, но и в доме. Я, соответственно, обращаюсь в Мособлгаз с заявкой. Это можно сделать, придя в офис, или сейчас, наверное, очень востребована будет услуга онлайн. Можно ли это сделать таким образом? Да, это заявка не в той форме, что это на бумаге заявка. То есть достаточно зайти на сайт, кликнуть клавишу и оставить свои контактные данные. Территориальный менеджер свяжется и обязательно будет назначена встреча, когда можно будет устно обсудить все детали, все очень доходчиво расскажут. Если житель заинтересован, скажем так, в газификации своего населенного пункта, то, в принципе, без проблем на месте заключаются договоры, ему даже никуда не надо выезжать. То есть все показывают, рассказывают, объясняют. С момента заключения договора, в принципе, сроки газификации составляют 30-60 дней. То есть это значительно сокращенные от тех, которые были ранее. Поэтому, в принципе, порядок сейчас такой. Все достаточно просто, даже из дома выходить, в общем-то, и не нужно. Для участников социальной газификации, мы сказали, документов нужно собирать в разы меньше. Какие документы все-таки нужно предоставить специалистам Мособлгаза? Значит, специалистам Мособлгаза, территориальным менеджерам, которые выезжают на место, для оформления договора потребуется паспорт, потребуется средство собственности на земельный участок. И средство регистрации строения. То есть, чтобы мы понимаем, что у гражданина есть его земельный участок, зарегистрировано строение, паспорт. И, собственно, все. Да, все документы. Мы с вами неоднократно говорили сегодня о комплексном договоре. Что такое комплексный договор? Что он из себя представляет? Что в него входит? Комплексный договор, в двух словах, это тот механизм, который позволил значительно сократить и бюрократические процедуры, которые были ранее, и сократить, скажем так, количество визитов в офис, да, количество каких-то операций, которые значительно увеличивали время и заключения договора, и исполнения. Сейчас это изменилось, и сейчас все те операции, а их порядка пяти было, для которых житель должен был заключить отдельный договор, они сейчас в комплексном договоре. То есть туда входит все. Соответственно, ему достаточно подписать один договор, и там уже будут прописаны все мероприятия. А что касается, наверное, самой важной для наших телезрителей, вопрос, один из самых важных вопросов по ценам. Цены на подключение газа в дом будут такие же, как для всех, или в рамках социальной газификации тарифы немножко другие? В рамках социальной газификации те работы, которые выполняются в границах участков собственников, цены там значительно снижены, то есть там экономия порядка 23% в среднем. Значит, есть возможность на выбор жителю выбрать три пакета. То есть они в разной ценовой категории, конечно, каждый гражданин выбирает, что ему более необходимо. И в этих даже ценовых пакетах есть возможность выбора оборудования, то есть достаточно широкой номенклатуры. Цены, если сравнивать по рынку, то они гораздо ниже, чем вообще могли быть. То есть это, в принципе, полностью 100% социальный проект. Вот эти пакеты, чем они отличаются друг от друга? Там набор каких-то возможностей иной? Там зависит от состава оборудования. Просто зачастую некоторым людям необходима только плита или необходима плита и бойлер. И, естественно, эти вещи связаны еще с тем, что есть разные производители оборудования, и зачастую житель может подобрать то, что ему лучше, то, что, допустим, где-то впишется в интерьер, дом и так далее. Ну, все мы понимаем, это такой индивидуальный вопрос. Поэтому из того перечня оборудования он может всегда выбрать, и визуальный ряд покажут, то есть наши менеджеры территориальные расскажут, объяснят. По ценам, если сравнить стоимость оборудования, то сейчас на рынке Московской области таких цен фактически не существует. Поэтому максимально снижена финансовая нагрузка. Поэтому газификация действительно социальная получилась. Михаил Владимирович, Вы на планерке рассказывали про калькулятор, с помощью которого можно посчитать, во сколько примерно обойдется газификация домостроения. Да, этот калькулятор как раз находится на сайте Мособлгаза. Внизу страница социальная газификация, есть изображение калькулятора. Если на него нажать, то появится уже страничка, на которой можно выбрать, в какой программе хочет человек участвовать. А далее выбирается уже протяженность газопровода по участку. Ну, то есть каждый может сам для себя прикинуть, сколько у него будет протяженность наружного газопровода и протяженность газопровода по стене дома и внутри дома. Соответственно, это там одна длина. Там для примера было использовано 20 и 10 метров. Соответственно, дальше калькулятор рассчитывает стоимость проектно-изыскательских работ и стоимость строительно-монтажных работ газопроводов. Третьим этапом гражданин как раз должен выбрать вот тот пакет, минимальный, средний, либо максимальный, по оснащению уже оборудованием своего дома. И исходя из этого уже будет рассчитана стоимость, сколько стоит социальная газификация для вот этого случая. Конечно, этот калькулятор является приблизительным, но опять же это позволяет оценить, сколько нужно денег в семейном бюджете предусмотреть на данный работ. Также в калькуляторе есть галочка «Рассрочка», то есть Мособлгаз предоставляет рассрочку. Предвосхитили мой вопрос. Да, предоставляет рассрочку. Эта рассрочка позволяет платежи сгладить и позволит гражданам даже в некотором смысле сэкономить, потому что зима уже наступила, а вы еще за оборудование платите. Поэтому здесь как бы будет уже история, что вы начинаете использовать оборудование для того, как за него заплатили. На самом деле сейчас очень мало предложений, которые бы позволили иметь такие рассрочки на такое сложное и технологически нагруженное оборудование. И сейчас уже в области идет история, что в связи с активной программой может наступить дефицит качественного оборудования. Поэтому здесь как бы основная рекомендация со стороны администрации – это покупка оборудования только у сертифицированных поставщиков, а лучше у Мособлгаза, потому что они точно знают, что это за оборудование, они точно покупают его у проверенного поставщика, и это гарантированно будет смонтировано качественно, с учетом всех требований безопасности. В Одинцовском округе планируется создать офис социальной газификации. Что это такое и зачем он нужен, этот офис в нашем округе? Офис социальной газификации – это то место, где жители Одинцовского городского округа могут получить услуги не только в рамках социальной газификации, а там еще ряд других, там порядка 12 услуг в перспективе будет. Но в основном этот офис, он для того, чтобы граждане, которые нуждаются в получении каких-то ответов на вопросы, заключения договоров и так далее, помимо, скажем так, той информации, которую они могут получить из средств массовой информации, там работают, будут работать в Одинцовском районе, да, для наших сотрудников, которые знают тонкости и детали как раз вопросов социальной газификации, они смогут все объяснить, подсказать, рассказать. То есть в этом вопросе МОСУБЛГАС старается быть максимально открытым гражданам. Поэтому для этого создаются эти офисы на территориях. Михаил Владимирович, уже известно, где этот офис будет располагаться? Или пока еще в процессе проработки? Пока идет обсуждение места установки этого офиса, но предварительно мы планируем его поставить на центральной площади, рядом с Домом офицеров. А кто там будет отвечать на вопросы жителей? Сотрудники МОСУБЛГАСа или обучат людей, которые смогут ответить на все интересующие вопросы? Там планируется предоставление разных услуг, то есть в том числе гражданин сможет подать заявку на регистрацию объекта недвижимости, отработать различные вопросы социального характера. То есть здесь будем смотреть по наполняемости услугами, и, соответственно, штат будет комплектоваться как из работников МОСУБЛГАЗа, так и из работников МОСУБЛГАЗа, так и из работников МОСУБЛГАЗа, вернее всего, что ли бы регистрационной палаты. Посмотрим, какие услуги будут востребованы, и в зависимости от этого наполним как раз людьми офис. Много сейчас вопросов от жителей поступает по социальной газификации. Насколько жители активно хотят принять участие в программе? На самом деле вопросов поступает очень много на горячую линию МОСУБЛГАЗа. В основном, я думаю, что это связано с тем, что жители немножко с недоверием относятся к этой программе, потому что значительно снижена стоимость технологического присоединения, то есть фактически ноль, то есть все работы снижены по стоимости, и люди немножко с каким-то скепсисом относятся. Менталитет у нас такой. Да, у нас люди должны все проверять. Поэтому обращений граждан много, мы всем отвечаем. По обращениям также выезжают территориальные менеджеры, потому что граждане, которые обратились, это наши потенциальные клиенты в рамках социальной газификации. Ну и, естественно, вопросов у жителей сейчас возникает много, но я думаю, что в ближайшее время, когда, скажем так, больше информации будет, то все эти вопросы не сойдут на нет. То есть останется только плодотворная работа, причем я могу уже сказать, что сейчас на территории городского округа у нас происходит работа территориальных менеджеров, уже заключаются договоры о социальной газификации, и осуществляется строительно-монтажная работа и пуски газа. Вот какие первые населенные пункты в программе примут участие? Программа у нас Мособлгазом разработана, и она касается многих населенных пунктов, то есть их сейчас перечислять очень долго. Но хотелось бы другое отметить. Кроме горячей линии Мособлгаза и сайта Мособлгаза и соцсетей, у нас сейчас запланировано очень много сходов с гражданами. То есть встречи с гражданами на уровне поселений, встречи организованы с участием администрации, с участием представителей Мособлгаза. Эти встречи стараемся проводить в удобное для гражданное время, в выходные дни, в вечернее время, для того, чтобы максимально охватить как раз информационную страду с точки зрения того, чтобы люди как раз получили ответы в живом диалоге. Несмотря на пандемийные ограничения, стараемся именно живые встречи организовать, чтобы люди получали информацию, так сказать, из первых рук и могли откомментировать. А дальше, надеемся, что начнется работать царованное радио, и люди расскажут уже сами своим соседям, что такое социальная газификация. Эти встречи уже идут. На самом деле мы провели уже 27 встреч на территории. Спасибо Мособлгазу за предоставление своих сотрудников на эти встречи, потому что очень большой объем работы. И дальше мы их продолжаем. И этих встреч пройдет не менее сотен, нескольких. И они будут проходить, повторюсь, в течение июня, июля. И на некоторые встречи планируются выезды даже главы. То есть об этих встречах оповещают жители, соответственно, да, они знают, приходят и могут задать свои вопросы. А какие вопросы чаще всего задают? Что волнение наибольшее вызывает у жителей? Ну, на самом деле, вопросы из серии, наверное, больше, а что так правда делают? Правда, за такие деньги можно подвезти газ? То есть, ну, в принципе, вот вопросы такого рода. Ну, каких-то вопросов... Таких сложных с подковыркой не особо много. Да, наверное, нет. Ну, на самом деле, люди еще смотрят. Но, в принципе, говорю, что по итогам встреч с жителями меняется понимание этого процесса. Все начинают понимать, что да, это и есть, что газ приходит в дома, в домовладение, и что это все сейчас делается гораздо быстрее, гораздо проще и в разы дешевле. Вот, поэтому, в принципе, везде от встречи эффект очень положительный. Вот, люди заинтересованы, такая сразу появляется активность. Все хотят заключить договора, и чтобы поскорее, поскорее, поскорее. Ну, это хорошо, я считаю, это здорово. Безусловно. А как контролируется ход реализации программы в муниципалитете? Реализация программы контролируется на уровне правительства Московской области. Создан штаб, который работает каждый день. Проходит он раз в неделю под руководством вице-губернатора Хромушина Евгения Акимовича. Данный штаб, он является базовым для всех. А далее каждый муниципалитет также раз в неделю проводит свой штаб, и его возглавляют главы. Вот, соответственно, на этом штабе обсуждаются вопросы, связанные с реализацией программы, какие необходимы, где сделать действия, что нужно поправить, усилить, либо откорректировать. А также идет отчет о уже проделанной работе и исполнении тех планов, которые были намечены на прошлой неделе. То есть у нас понедельный контроль исполнения программы. И каждую неделю мы смотрим, что изменилось, какие необходимы корректировки, либо где что усилить. Вот, сегодня прошел такой штаб у нас тоже по округу. И на этом штабе мы для себя проговорили в обязательном порядке этот вопрос встреч с жителями. То есть будет составлен более подробный понедельный план уже с привязкой к конкретным территориям и доведен до жителей. Вот, мы уже публиковали эти встречи, но он был не такой детальный. Сейчас он будет более детализирован. Вот, и второе, проговорили, что в обязательном порядке у нас сейчас будет делаться обход уже самими администрациями, теруправлением территорий с целью определения тех строений, которые там есть. То есть ни для кого не секрет, что на карте это может быть строение, а по факту это сарай. И наоборот, по факту это хороший добротный дом, но не зарегистрирован. И если на него нет свидетельства о праве собственности, то он в программу уже не попадает, потому что, ну, с точки зрения программы, газ везти не к чему. Ну, то есть зачем везти газ на пустой участок, ну, или к сараю. Вот, поэтому здесь для граждан важно понять одну простую вещь. Если вы хотите, чтобы к вам пришел газ, вы должны зарегистрировать свое строение для того, чтобы оно было объектом недвижимости, потому что по закону подключение газа возможно только к объекту недвижимости. А в офисе социальной газификации это как раз можно будет в том числе сделать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда, очень приятно задавать ваш вопрос. Будьте любезны, я, может быть, прослушала. Скажите, пожалуйста, а вот на садоводческие товарищества распространяется эта программа? Спасибо большое, Надежда, за вопрос. Мы уже говорили, но я думаю, что можно повторить, раз вопросы такие у жителей возникают, у зрителей. Да, еще раз повторю, эта программа сейчас касается индивидуального жилья. Садоводческие товарищества пока не попадают под эту программу. Но это первая программа социальной газификации, дальнейшее развитие этих программ газификации, возможно, включит в себя как раз СНТ. Вы с вами начали говорить о работе штаба. Кто в штаб входит? Кто участники штаба? В штаб входят администрации, теруправления, все наши входят. Входит Мособогаз, входят энергетики, входят службы кадастры, службы, которые отвечают за регистрацию имущества. Входят дорожники, входят все службы, которые будут задействованы для того, чтобы проложить трубы и подключить то или иное строение к газопроводу. То есть это очень много пересечений с коммуникациями, очень много пересечений с дорогами, очень насыщенная у нас насыщенная кадастровая карта с точки зрения разных собственников. И это все как раз требует координации с точки зрения штаба. Когда по плану муниципалитета будет завершена программа социальной газификации? Ну, вообще вся программа социальной газификации должна быть завершена к концу 2022 года. Но детальные планы, именно по населенным пунктам, они размещены на сайте. Это паспорт газификации городского округа Альцово. Там перечислены все населенные пункты и указаны периоды, в которые там должна быть осуществлена газификация. Соответственно, каждый житель может ознакомиться с этой информацией и понимать, когда в его населенный пункт придет газ. То есть сайт Мособлгаза. Заходим туда и всю информацию мы там можем увидеть. После того, как газ провели в дом, расслабляться рано. Говорят специалисты. Необходимо заключить договор на обслуживание газового оборудования. Иначе можно снова остаться без газа. Подробности в нашем материале. Здравствуйте. Мособлгаз. Филиал Запад. Одинцовская РС. Мастер Аду Кожин Станислав. Откройте, пожалуйста, дверь. Для хозяйки загородного дома визит сотрудников Мособлгаза неожиданным не назовешь. Как и положено, ее дважды уведомили о предстоящей проверке. Вы получали два уведомления на заключение договора о техническом обслуживании? Да, получала. Цель нашего прибытия – это отключение. Вы заключили договор? Ой, нет. Очень жаль. Нам придется вас отключить. Газопровод во дворе, трубы внутри дома, газовые котлы и плиты – все это объекты повышенной опасности. А значит, требуют особого внимания. И тут без помощи специалистов не обойтись. Только они могут определить, исправно газовое оборудование или нет. Для того, чтобы обезопасить себя, каждый собственник индивидуального жилья должен заключить договор на техническое обслуживание. Техническое обслуживание специализированной организации проводится один раз в год. Отсутствие договора грозит собственнику серьезными санкциями. В ближайшее время хозяйке дома не придется стоять у плиты. Газ в строении отключили. Заглушку уберут, когда документ будет подписан. Договор вы можете заключить, либо подав заявочку через личный кабинет, либо при личном присутствии на Садовый дом 5. Города Одинцово. Хорошо, спасибо. Впрочем, договор можно заключить с любой специализированной организацией. Регулярное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не чья-то прихоть, буквально вопрос жизни и здоровья. Меры безопасности по желанию можно усилить, установив специальные датчики. Датчики позволяют просигнализировать о превышении токсичных и горючих газов в помещении. И в случае обнаружения газа система автоматически перекроют подачу газа. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о социальной газификации 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, очень приятно. У нас участок небольшой, он в собственности, а у нас на участке только баня. Баня 6х6. Баню-то не обязательно регистрировать в госреестры и т.д. и т.п. Скажите, а можно к этой бане подвезти газ? Вот такой вопрос сегодня. К нам поступила Надежда Ивановна. Можно ли газифицировать баню без регистрации ее? Мы уже отвечали на этот вопрос. Баня, она может быть не зарегистрирована гражданином, но если он хочет, чтобы в ней появился газ, он должен ее зарегистрировать как объект недвижимости. Тем более баня 6х6, это серьезное строение, наверняка с фундаментом. То есть здесь вопрос в чем? То, что не является строением недвижимости, к нему и газ не подводится. Если что-то является тем, к чему хочется подвезти газ, то нужно оформить его как объект недвижимости. Для пенсионеров, насколько это будет сложная процедура оформить баню 6х6? Процедура для всех одинаковая, независимо от пенсионера или не пенсионера. Она достаточно подробно расписана на сайте. Можно зайти на интернет-ресурс, на любой набрать в строчке «Как оформить право собственности?» и там все будет показано. То есть там, как вариант, это можно сделать и через госуслуги, и при личной явке в МФЦ. Ну или вот, как мы уже говорили, офис социальной газификации, когда он откроется? Ну, офис социальной газификации откроется к концу июля, а оформлять можно уже сейчас начинать. Для этого на территории округа действует 20 офисов МФЦ. В любом из них можно оформить право собственности, независимо от того, где находится участок. То есть, если участок находится, условно говоря, в больших веземах, то вы можете приехать и оформить документы в Звенигороде. Не имеет значения привязка территориальная. Тогда и баня будет газифицирована, и можно жить спокойно. И баня будет газифицирована, и можно будет ее пользоваться круглогодично, и она будет меньше изнашиваться и быстрее протапливаться. Александр Сергеевич, газ мы подвели. Я так понимаю, что следующий наш шаг – нужно заключить договор на обслуживание газового оборудования. Или неправда? Сейчас такой необходимости нет. Это комплексный договор. Он в себя уже это включает. Поэтому, в принципе, там все входит. И на момент, когда территориальный менеджер взаимодействует с жителем, как бы, житель понимает, сколько стоит, какое должно быть обслуживание брендовое и так далее. То есть, все это разъясняется. Еще хотелось бы сказать, что все-таки для Нособлгаза безопасность газоснабжения наших абонентов, она всегда в приоритете. Поэтому заключение договоров на техническое обслуживание все-таки для жителей – это обязательная часть, потому что эксплуатация газоиспользующего оборудования, она все-таки сопряжена с риском. И ввиду некачественного или обслуживания недобросовестными организациями этого газового оборудования могут возникнуть пожары, возгорания, взрывы, которые все-таки подвергнут жизни собственников. Поэтому приоритетная задача для Мособлгаза – техническое обслуживание. У нас контроль качества по этому вопросу на очень серьезный уровень. По обратной связи от жителей мы всегда реагируем. И все-таки хотелось бы всем напомнить, что договора на обслуживание – они обязательны. Это все-таки безопасность каждого гражданина и очень ответственное дело. Договор заключает собственник, правильно? Если у меня есть управляющая компания, может ли она заключить договор вместо меня, если я являюсь собственником? Управляющая компания ИЖС? Нет, не ИЖС, а многоквартирный дом предположен. А, мы переключились с ИЖС на многоквартирные дома. В многоквартирном доме газовая оборудование состоит из двух частей. Часть является общедомовым. Это договор на обслуживание внутреннего домового газового оборудования – ТОВДГО. Оно заключается как раз в управляющей компании со специализированной организацией. И по этому договору обслуживается газопровод, который идет от земли по дому до квартиры. Внутри квартиры после отключающего устройства – это уже внутриквартирная газовая оборудование. И на него заключается договор ТОВДГО. И его заключает уже каждый собственник сам отдельно. Но сейчас правительство Московской области разработало упрощенный порядок, по которому граждане могут передать функцию заключения договора на ТОВДГО в свою управляющую компанию. Для этого необходимо провести ОСС. И дальше просто комплексно будет заключаться договор между сервисной компанией, которая обслуживает внутриквартирная газовая, и управляющей компанией. И дальше основной вопрос будет – это допуск специалистов в квартиру для проведения самого обслуживания. А оплата будет осуществляться в рамках квитанции, которые выставляются за содержание жилья. Для собственников квартир, если договор не заключен, санкции – те же самые, правильно? Это просто отключение газа с целью обезопасить собственно самого собственника и окружающих его людей. Тут вопрос безопасности. Жизнь и здоровье не сравнится ни с какими санкциями. То есть это в принципе дело каждого человека. Ну по поводу газа хотелось бы отметить, что если сам природный газ, он не имеет запаха, но в него добавляют специальные деодоранты, которые, вот мы знаем, это специфичный газовый запах, когда говорим, пахнет газом, это мы чувствуем как раз запах деодоранта. И благодаря этому мы можем почувствовать, что газ есть в помещении. То хотелось бы отметить, что у угарного газа, который образуется после сжигания природного газа, запаха нет вообще. Соответственно, если оборудование работает нормально, то запах должен отсутствовать у выхлопного газа, который выходит после котла, либо после плиты. Но для того, чтобы он покидал помещение, вентиляция в помещении также должна работать и быть исправной, как вытяжная, так и приточная. И трубопровод, который идет от газового котла, он также должен быть в порядке, почищенный, без сажи и работать в штатном режиме. Поэтому очень важно как раз, чтобы проводилось вовремя техобслуживание и вовремя выявлялись те или иные сбои в работе автоматики, потому что у каждого котла есть защита. В работе вентиляции, потому что ни для кого не секрет, что вентиляция со временем может менять свои характеристики по разным причинам. Вплоть до того, что птичка на трубе свела гнездо. Все, изменилась тяга, соответственно, часть газов может попасть в помещение и привести к очень нехорошей последствии. А также хочется отметить, что очень многие граждане, с которыми удавалось встретиться, говорят, что у меня дом застрахован, что мне пожара бояться. По моей информации, страховая компания, если происходит какое-либо событие, связанное с газом, она в первую очередь спрашивает, а у вас есть договор обслуживания на газовое оборудование, по причине которого произошло то или иное событие. И если нет такого договора, то в выплате гражданина может быть отказан. Поэтому я бы хотел граждан как раз об этом предупредить, что если вы хотите, чтобы у вас все было со всех сторон спокойно и вы были уверены, что вы застрахованы в прямом и переносном смысле, то в первую очередь надо обслуживать свое газовое оборудование вовремя и квалифицированными специалистами. Потому что тут главное регулярно, чтобы каждое обслуживание проходило в положенное время и специалист, который его делал, был квалифицированным. Но, судя по всему, автор вопроса нет страха не только за свое имущество, но, видимо, из-за здоровья и жизни тоже страх отсутствует при таком раскладе. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok